Утро на Елисея Всем привет! Это Удачное Решение, и сегодня мы занимаемся рисованием. Не рисованием мы заниматься будем сегодня, а планированием. Мы все распланируем, что мы куда посадим. Сейчас самое время. Вы можете взять, например, онлайн-карты любые, найти там свой участок и уже на нем начать планировать. Либо, если у вас есть кадастровый план, они обычно у всех есть, можете планировать на нем. Он уже у вас готовый, уже в масштабе. У меня здесь масштаб 1 к 100. Смотрите, с чего начать. Например, у вас новый участок, или вы что-то хотите поменять на нем. Сначала вы вносите объекты, которые у вас на этом участке уже имеются. Курятник. Это теплицы, это наш колодец. Вот это еще одна теплица. Деревья высажены, это яблони. Еще очень важный момент, что вы все посадки, все кустарники, все деревья должны рисовать в размере уже во взрослом. То есть, когда они достигнут максимального своего размера. Вот эти гряды у меня, они уже в карабах деревянных, поэтому я уже с ними ничего не могу сделать. И у меня остается два пространства, вот таких пустых, которые я между собой меняю. Нужно соблюдать все вооборот, чтобы у культур не было никаких незаболеваний, никаких общих вредителей не появлялось. Получается у меня морковь-свекла, лук, репчатый лук красный, капуста белокочанная цветная, горох, лук-порей, сельдерей, томаты и зелень. Наша задача заключается в том, чтобы всем этим культурам найти домики, найти потрясающие схемы, да, домики? Да, все. То есть, я помню, как у меня в прошлом году все было рассажено. Ну, если что, можно поднять архивы и старый план достать, если это были прошлогодний план, посмотреть, как все было там. Поэтому в этом году я гряды оставляю на том же месте, но буду менять культуры просто. Картошку сюда, морковка очень хорошо соседствует с луком. Здесь будет лук, здесь будет морковь, здесь будет опять лук, потому что здесь репчатый, здесь красный. Так, дальше у нас пойдет капуста и белокочанная, и цветная, свекла не посажена, свекла здесь пусть растет. Вот сельдерей вот сюда мы посадим с луком-пореем, а тут небольшая грядка, и я его немного высаживаюсь. Так, и остался у нас горох сюда. Здесь пусть будет зелень, потому что томаты были на этой грядке, а здесь будут томаты. Все, собственно говоря. От себя лично хочу всех призвать рисовать у меня такие красивые планы, потому что, мне кажется, это не только удобно, но еще и вдохновляет. Благодаря плану вы можете составить четкий список покупок согласно вашей площади. То есть вы замеряете, понимаете, на каком расстоянии, сколько у вас кустарников или деревьев может поместиться, и уже ничего лишнего не приобретаете. И это помогает не просто скучать, сидеть по дачному сезону, а ждать и основательно готовиться, не упуская ни одной малейшей детали. Да, быть подготовленным. И это было удачное решение. До следующей среды. Пока-пока.